Строительство западного объезда в Сергиевом Посаде продолжается. Работы ведутся с двух сторон. От Ходьковского шоссе и до Диулинского переезда. Здесь через железную дорогу строят путепровод. Здесь будет же кольцо. Будет с третьего этапа под мостом. Здесь будет кольцо. И на основу углича демонтируется сейчас переезд железнодорожный, который состоит. Здесь как раз вот эти пробки его не будет. И весь поток пойдет через путепровод. В районе Диулинского переезда к работам приступили в начале этого года. За четыре месяца построили четыре опоры из шести. По словам руководителя стройки Алексея Стрельцова, путепровод протяженностью 110 метров будет проходить над железной дорогой. На данном участке предусмотрены автомобильные развязки и съезды. По проекту на дороге будет две полосы движения в каждую сторону. Железнодорожный переезд демонтируют. В июне месяце заканчиваем четвертую и пятую опору. В июле месяце у нас мы заканчиваем монтаж пролетных строений. И начинаем в августе пешеходные сходы. И уже идет отделка. То есть в сентябре месяце планируется полностью закончить путепровод. Два этапа строительства западного объезда позади. Это третий, заключительный этап стройки. Общая протяженность дороги 9 километров. От Диулинского переезда мимо улицы Кирова и до улицы Загорского. В связи со строительством под снос попадает часть гаражей на Новоугольческом шоссе и строительный рынок. Рынок должны перенести на новое место. Владельцам гаражей предусмотрены денежные компенсации. Вдоль дороги на кольцевом пересечении с улицы Загорского устанавливают шумозащитные экраны и опоры освещения. Специалистов хватает. Иван Смирнов имеет большой опыт строительства объездных объектов. Где еще строили? Выстрее, в Клину сейчас с Москвы на Петербург строим. Есть объекты. Россия строится. Какие работы сейчас проводят? Барьерное ограждение вешаем, асфальт устанавливаем. Бетонируем дорожки. Все потихонечку. В районе улицы Загорского пока можно заасфальтировать один километр дороги. Во враге речка Копненко. Она впадает в банный пруд, который является одним из природных украшений пешеходной зоны. Сейчас решается вопрос, как дальше прокладывать дорогу. Сейчас путепровод на стадии проектирования. Там была предусмотрена труба водопропускная. Потом, по пожеланиям администрации и жителей, там будет путепровод. И под ним будет и речка, и пешеходная зона. У нас в работе всего сейчас из 9 километров мы размахнулись на 6. На 6 километрах везде ведутся работы. Везде в разной степени готовности. Работы идут в графике. Общая протяженность западного объезда более 11 километров. Весь путь от Московского шоссе через Ярославскую железную дорогу, улицу Загорского и до железнодорожного Диулинского переезда. По контракту срок завершения строительства июнь 2019 года. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Тема.